Несколько раз уезжал, несколько раз пытался возвращаться, тем не менее, все равно уехал, потому что немножечко другие моменты, немножко другие условия. Но попытаюсь вернуться. Да, он попытается вернуться, это уже в пятый раз, наверное, если не ошибаюсь, но тем не менее, хотелось бы, чтобы такие специалисты не уезжали, ну, как минимум, навсегда, хотя бы, может быть, временно, потому что все мы понимаем, какая причина этого, это условия подготовки, насколько я понимаю, да, Дмитрий Анатольевич? Ну, в первую очередь, скажем так, условия подготовки, финансирование команды. Если сейчас действительно сборы идут только, дадут деньги, дай бог, только для группы элитной, для маленькой группы, то вот в том же Египте, я, сколько я прошу, столько мне дают денег на подготовку. И ребята, которые вот уехал, аж сейчас за границей сколько у нас? Пять или шесть, да, по разным странам, может, даже больше, просто сейчас сложно вспомнить сразу, те, которые вот, да, вечером уехали недавно, тогда как-то можно вспомнить. Ну, это все, как бы, ну, это так звучит, элитные тренировки, но, да, одни уже, уже, которые имеют опыт, которые имеют уровень, которые имеют результаты, которые там показывают результаты. Не, ну, без результата ты туда и не попадешь, потому что там отбирают людей. Поэтому, соперников нам готовят, получается, да? Да. Я очень не хочу тебя обидеть, но я надеюсь, что все-таки твоя команда сейчас в Египте не сможет победить на чемпионате мира, те команды. Мы просто не выставляем эти команды легковесов, поэтому я думаю, что мы не встретимся на одной дорожке и не будем друг другу мешать попадать на олимпийские игры, скажем так. Но так, вообще-то, на самом деле, да, смотри, в Беларуси все-таки, да, Юрий Васильевич Родионов работает и в России, Андоценко и врачей, вроде бы, как пытаются... Ну, правильно, уровень-то наших тренеров высокий. Да, уровень-то невысокий. Поэтому они... А стоят они дешевле, чем западные тренеры. Конечно. По-любому. И поэтому очень... Хорошая популярность наших тренеров. Знаешь, что да, и от Китая до края, скажем, Европы, ну и в Америке тоже... Ну, вот Гринько с Арсами Небесной. Сколько лет он прожил в Америке, работал с командами, тот же Потапенко ездил, вернулся, да? Виктор Васильевич тоже работал с американцами и теперь вернулся и работает здесь. Ну, тоже у него получалось. Вот он все-таки делал команду восьмой. Не, ну тут скорее нужно... Это понятно. И причины тоже есть. Вот как раз найти бы возможности... Чтобы не уезжали. ...эти причины убрать и создать возможность, чтобы народ не хотел уезжать. Все очень просто. Условия финансовые для подготовки. Достойная зарплата тренерам. Даже на контрактной основе, к примеру, да, от показанного результата. Тогда, конечно, лучше на родине работать. Все-таки как-то оно ближе. Я вообще считаю, что только на контрактной основе должны тренеры работать. В сборных, во всех этих. И контракты как раз лучше с федерациями, чтобы более так... Ну, пока у нас сейчас на федерации не в состоянии, например, это сделать. Но, я так понимаю, к тому идет. Потому что если будет реформа в спорте в ближайшее время, то как-то финансирование будет переходить на федерацию. Я еще технологию не очень понимаю. Толком не было объяснено. Но, тем не менее, может быть и такое. Может быть такое, что наша федерация действительно поднимется на уровень европейских и мировых. И потом будут заключать контракты с тренерами. И тогда Дмитрий Анатольевич вернется и будет работать женская восьмерка здесь. Как ты на это смотришь? Извините, наша восьмерка очень неплохо выступила. Очень неплохо, я с тобой согласна. На Европе и выиграла у главных соперниц наших основных. Да, согласна. Уверенно выиграла. Поэтому, как бы, работа-то налицо. И работа специалиста, тебя как специалиста с восьмеркой женской, в общем-то, сразу налицо. И тут не о чем говорить. Учитывая, да, что собрали восьмерку все, что осталось от четверки парней женской. Четверка, я имею в виду, собралась. Да, остальные все спортсменки, все, что осталось, был выбор, в общем-то, не особо большой. Да, и половина команды потом в финал попала на чемпионате мира. Да, да. То есть, ну, как бы, да. Вот работа налицо. Вот уехал. И теперь вот как бы женское у нас весло немножечко осиротело. Витископ. Спортивное видео.